Всем привет! Давно не виделись. Каждый день мы думаем о том, что бы сегодня надеть. Некоторые тратят на это 5 минут, некоторые полтора часа, а есть такие, которые даже отменяют события, потому что надеть нечего и голова болит об этом думать. Для таких случаев у меня есть мои личные мастхевы. Эти вещи, которые спасают меня в момент творческого кризиса или нехватки времени. Вещи из моего базового гардероба. Вещи, которые я носила 5-10 лет назад, ношу сейчас и продолжу носить в будущем. Естественно, я их обновляю на похожие по смыслу и концепции. И сейчас мы посмотрим на 6 моих любимых мастхевов. И если у вас до сих пор не было такого набора, то пора его завести. Еще в девятом классе я поняла, что черные джинсы придают фигуре стройность, а образу рок-н-ролльности. Шли годы, менялась мода и на фасоны джинс, менялся мой размер, но черный цвет моих джинсов оставался прежним. Я до сих пор жить без них не могу и считаю, что в любом возрасте и весе эта вещь может появиться в гардеробе. Главное найти свой фасон. Примерно 10 лет назад в моей жизни появилась косуха и теперь я знаю точно, что в любой непонятной ситуации надевай косуху. Как выбрать куртку такого фасона? Если вы крупная, выбирайте модель длиной на линии самой высокой части живота или чуть длиннее или короче. Смотрите по ситуации. Эта куртка может не застегиваться и носиться в расстегнутом виде. Рукав не должен быть слишком длинным, можете его присборить в локтевом суставе. Точно посажено плечо, материал не слишком жесткий. Если вы наоборот миниатюрная, то длина может быть какой угодно. Размер может быть оверсайз или по фигуре. Материал жестче, а цвет может быть светлым. Этот предмет одежды есть практически у каждой жительницы средней полосы. Да и не только. Стеганая короткая куртка. О ее плюсах говорить не стоит. И так все понятно. Легко, тепло, недорого. Проблема в том, что чаще всего она встречается в слишком спортивных интерпретациях и напоминает часть костюма олимпийской сборной с мелкими надписями, спортивного бренда, яркой молнией и прочим спортивным декором. Мой совет выбирать минималистичный дизайн в интересных неярких и неспортивных цветах без лишнего декора и преувеличенным силуэтом, чтобы под эту куртку можно было надеть уютную толстовку или джемпер, например. Кстати о толстовках. Я обожаю утепляться с их помощью. Здесь главное понять три вещи. Толстовку следует подбирать по размеру, небольшую и не маленькую. Не носить костюмом, как бы это не было модно на подиуме. Не застирывать, особенно если толстовка серого цвета. Иначе ваш образ будет выглядеть неряшлив. Ключный костюм последние несколько сезонов стал неотъемлемой частью гардероба модницы. Ну и конечно же мой гардероб не стал исключением. Есть пара правил и отличий костюма, например, образца 2005 года и 2018 года. Итак, какие же? Жакет удлиненный, брюки укороченные, жакет двубортный, если у вас узкий верх, если у вас широкая грудь, то жакет на одной пуговице. Все просто. Признаюсь, кросс-бодибэк, маленькие сумки через плечо, это мой фетиш. Мое настроение и моя отрада. Знаете почему? Загибайте пальцы. Из сумок невозможно потолстеть или похудеть. Они способны вытянуть даже самый скучный образ. А они самые функциональные, в отличие от других асессуаров. Они способны сместить акцент в образе, придать шикой женственности, ведь встретить мужчину в костюме, например, таком же клетчатом, можно где угодно, а вот с такой сумкой уже вряд ли. Они медленно выходят из моды. С такой сумкой у вас всегда будут свободны руки. Это, по-моему, самый важный аргумент из всех. Как вы видите, во всех моих образах рекурировала маленькая кросс-бодибэк. Еще одна маленькая деталь, если у сумки вместо ремня цепочка, то это решает проблему подбора шейных аксессуаров, например, подвесок и кулонов. В этом случае от них вообще можно отказаться, потому что блеска цепочки на сумке чаще всего вполне достаточно. И, кстати, у меня нет любимой сумки. Я люблю их всех, независимо от цены. Они могут задать тон наряду и стать невидимым элементом или, наоборот, акцентом. Главное правило для меня – это удобство. Ну что, понравился лукбук? Теперь ваша очередь делиться мастхевыми. Пишите в комментариях ваш список. Интересно узнать, сколько у нас совпадений. И не забывайте ставить лайк и делиться этим видео. Подписывайтесь на канал. Скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!